Еще раз детям о безопасности дорожного движения призван напомнить конкурс «Безопасное колесо». Муниципальный этап состязания состоялся в Зату, Александровск. Команда юных инспекторов дорожного движения на муниципальном этапе конкурса «Безопасное колесо» – одна из самых профессиональных. Ребята не первый год занимаются в Центре технического творчества и в скором времени с велосипеда планируют пересесть за руль автомобиля. Однако и им не все этапы конкурса даются с легкостью. «Самая легкая – змейка и дорожка. И там есть две балки деревянных. Перенос предмета. Но он трудненький. А так все хорошо». Трудности с этапом езды на велосипеде испытали и другие команды. Правда, у некоторых они касались технической стороны. «С детства катаюсь на скоростном велосипеде и очень неудобно. Руль большой и педали неудобно». «Я обычно катаюсь на маленьких велосипедах, которые мне для размера меньше. А на больших я не катаюсь. Этот мне был больше. И когда в конце я еле нашла тормоза, и у нас кое-кто уфал вообще». «Первое задание, конечно же, очень сложное, соглашусь, потому что не каждый умеет велосипед водить одной рукой. Это нужно мастерство, это нужно долго заниматься, учиться. Не каждый человек вообще может ездить на велосипеде. А тут такое сложное задание. Но я считаю, что все участники справились с науразочным заданием и ни у кого проблем в принципе не возникало». А у команды из полярного полоса препятствий ужаса не вызвало. Ребята тренировались, усложняя себе задачу и сужая дорожки для проезда. А вот по теории безопасности жизнедеятельности знаний не хватило. «Мы готовились, но при волнении это все забывается и что-то не вышло у кого-то». В этом году организаторы несколько изменили привычное положение для того, чтобы максимально приблизить испытания к региональным и всероссийским стандартам конкурса. «Мы ввели этап основы оказания первой медицинской помощи практику, где ребята практически показывают наложение повязок, шин и так далее, как оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим». Еще одним новшеством стал творческий конкурс. С помощью любых выразительных средств ребята могут систематизировать и представить жюри свою деятельность по безопасности дорожного движения в классе. Ведь сколько ни твердит детям о важности правил, нарушители находятся в каждом городе и каждом учебном заведении. «Лично я наблюдала, что многие нарушают. Мы с нашим отрядом выходим, проводим акции, викторины, ходим в школы, в детские сады, рассказываем ребятам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. И если нам попадаются нарушители, мы сразу же останавливаем и проводим с ними беседы». Победителями муниципального тура стала команда «Дорожный патруль» из «Полярного». Второе место заняли снежногорцы – команда 269-й школы «Новая эра». Третьими в бою за звание лучшего знатока правил дорожного движения стала команда «Зеленый огонек» из «Снежногорска». «Новая эра».